На этом уроке мы начнем рассматривать самые популярные стили CSS, из которых на 90% состоит редактирование шаблонов WordPress. И начнем со самых сложных в понимании. Это стили по регулированию размеров и отступов. Они применяются для регулировки дизайна блоков. Давайте рассмотрим пример. У нас имеется основной блок с классом блока и три вложенных блока с классами блок 1, блок 2 и блок 3. Итак, давайте для начала установим настройки размеров блока. Для нашего главного блока с классом блок мы прописываем обращение к главному блоку через класс и подготавливаем наш синтаксис для прописывания стилей. Сначала установим ширину. Для установки ширины применяется свойство WITCH. Этот стиль записывается вот так. Сначала мы указываем название стиля WITCH, ставим двоеточие. Теперь нам нужно указать значение. Значение можно проописывать в точных единицах измерения в пикселях, например 1000 пикселей. Но дело в том, что на экране с другим разрешением, нежели у того устройства, на котором вы работаете, этот блок может выглядеть криво. То есть в плане адаптации страницы под различные устройства, применение абсолютных значений не очень эффективно. Поэтому рекомендуется для создания резиновых макетов, то есть резиновой верстки, указывать размеры в процентах. Например, если мы укажем размеры ширины 100%, то наш блок займет пространство кратное 100% от размера родителя. Да, относительные размеры считаются именно от родительских элементов, то есть в состав которых они входят. А так как родитель у нас в этом примере сам тег body, то есть по факту главный наш блок входит в состав фундаментального тега body. То есть входит в состав уже как бы самого контейнера, то есть размера экрана на всю ширину. То по сути наш родитель это экран. То есть блок займет ширину всего экрана. И при уменьшении экрана также будет выглядеть достойно на всем экране, так как он будет, благодаря тому, что мы задали им относительную величину, уменьшаться при уменьшении экрана. Если бы мы указали ширину 30%, то наш блок занимал бы треть экрана. Так как вы помните, что в нашем примере родительский блок это тег body, то есть весь экран. А размер дочернего блока в относительном выражении рассчитывается по отношению к родительскому блоку. И в соответствии с поставленной нами значением в размере 30%, мы определяем данный блок в данном случае на треть экрана. С высотой то же самое. Высота блока отмечается стилем H, а единицы измерения регулируются также. Вообще вот эти стили ширины и высоты при редактировании шаблона WordPress используются довольно редко. Так как в 90% случаях шаблоны WordPress выстроены детально под все разрешение экрана, и такие параметры крайне редко стоит редактировать. Я за 5 лет, что занимаюсь редактированием шаблона WordPress, может пару раз использовать данные стили в редактировании шаблонов. Что не скажешь о стилях по регулированию отступов, которые используются при редактировании шаблона WordPress постоянно. Отступы бывают внутренние и внешние. Давайте начнем с внутренних. Внутренние отступы задаются стилем Padding. Это отступы внутри блока, то есть отступ контента блока от его краев. Смотрите, давайте окрасим наш фон сайта в черный цвет, главный блок в красный, а три дочерних в синий, зеленый и желтый. Это нужно для наглядности. Мы будем изучать отступы, например, для главного блока, который мы окрасили в красный цвет. Итак, теперь давайте для него применим свойства внутренних отступов. То есть при обращении к нему указываем свойства Padding и, например, установим фиксированный отступ в 10 пикселей. Единицы измерения могут быть также фиксированы в величинах, либо в относительных. И работают точно так же в процентном соотношении от родительского блока. Итак, применяем стили, сохраняем и обновляем браузер. Посмотрите, что произошло. Все внутренние элементы блока, которому мы задали внутренние отступы, то есть его подблоки сдвинулись по краям главного блока на заданные нами 10 пикселей. То есть мы получили внутренние отступы по всем краям. Конечно же, можно настроить отступы и по конкретным сторонам. Для этого вместо Padding используются свойства Padding Top для отступа сверху, Padding Bottom для отступа снизу, Padding Left и Padding Right, соответственно, для отступов слева и справа. Посмотрите, я установил разные отступы со всех сторон. И вот что у нас получилось. Как вы видите, все работает. Только при использовании отступа по конкретной стороне вот это свойство общих отступов работать не будет. Поэтому, если вы вдруг решите использовать отступы по краям и до этого вводились свойства общего отступа, то свойства общего отступа необходимо убрать. Теперь давайте посмотрим на внешние отступы. Для наглядности удалим Padding. Давайте пропишем свойства Margin и установим также 10 пикселей. И как вы понимаете, мы это все устанавливаем также для нашего главного блока. Тут аналогично можно использовать и относительные величины, но мы пропишем в абсолютной величине в размере 10 пикселей отступы. Итак, сохраняем изменения и смотрим на то, что у нас получилось. Посмотрите, в этот раз сам главный блок отступил от родительского. Если бы у нашего главного блока был бы еще соседний блок, то и он бы отступил от родительского. То есть вам важно запомнить, что для внутренних отступов внутри блоков мы используем паддинги, а для отступа самого блока, то есть по внешним его краям, мы используем маржины. Это очень важно, запомните. Кстати говоря, для настройки внешних отступов по конкретным краям мы аналогично с паддингами можем использовать Margin Top, Margin Bottom, Margin Right и Margin Left. Посмотрите, я задал различные величины по краям и у меня получилась вот такая картина. Я довольно-таки долго, когда начинал работать верстальщиком, путал эти понятия, так что вам нужно основательно поработать над этими стилями, а именно отступами, шириной и высотой, чтобы детально во всем разобраться. В этом вам поможет домашнее задание, пройдите его и пришлите свой ответ, а мы встретимся на следующем уроке.